Йоу, ребят, всем привет! С вами канал на грани фола. Наша карьера за Алекса Крылова продолжается. Возвращаемся после небольшой паузы. Месяца полтора, наверное, я не играл. Может быть, два в UFC. Надо вспоминать, как тут, что делается. У нас, да, тут после чемпионства мы начали проигрывать. Два поражения у нас почти сразу случились. До этого одно было всего лишь от Минотавра на Гейре. Ну, в принципе, статистика неплохая. 14 побед, 3 поражения. Пятые мы в рейтинге. Все не так плохо. Но надо прокачивать дальше, потому что в этом уже после чемпионства на нас по-другому смотрят, настраиваются. И уже сложнейшие матчи приходят. Никита Крылов вот так вот из Украины будет против нас в следующем поединке. Вот так вот Никита Крылов, который там и за Россию, по-моему, тоже выступал. И сейчас вот здесь он под флагом Украины. Против него будет наш бой. Нам надо, конечно, возвращаться в топы. В топ-3 хотя бы для начала. Так, ажиотаж надо подогревать. Надо вспоминать на тренировках. Надо вспоминать, как что делается. Так что будем, будем, будем набирать обороты. Если будут просмотры, ребят, то карьера следующей серии не заставит себя ждать. Так что все зависит от ваших просмотров. Канал на грани фола. Лайк, подписка, комментарий. Все как обычно. Колокольчик за общество. В ютубе заглядывайте. Там тоже голосовалки и все то и прочее. А мы с вами, мы с вами подогреваем пока ажиотаж в соцсетях. Будем прокачивать. У нас всего 2,5 звезды, поэтому с этим тоже связаны, наверное, некоторые поражения. Вот. Будем вернуться, постараться. Если зайдет очередной раз, это наша карьера, то будем пробовать. Так. Открыты рекламные акции. Пока все это с рекламами делаем. С рекламой. Переходим в следующей неделе. Давайте попробуем распарринговаться все-таки. Вспомнить, как это вообще происходит. Но я напомню, что здесь и на спарринге можно получить нокауты, и травмы, и все что угодно. Давайте по боксу побоксируем пока что. Потом вспомним про борьбу. Был перерыв. После этих боев нам нужна была пауза. Все как в жизни. Немножечко. Отдохнули. Давайте возвращаться в зал и тренироваться. Так. Я помню, как защищаться. Нет. Ага. Так. Как голову защищать? Боксером и базовый. Наши лоу-кики по ногам. Это наше грозное оружие. Ой-ой-ой. Здесь голову получаю. Но я говорю, я уже получаю травму головы. Но это я говорю из-за того, что я давно не играл. Тренировка по боксу, поэтому надо больше руками работать. Но я много напускал уже. Много пропустил голову. Ух ты. Хай-кик. Выносливые, если мы работали, с выносливые, в принципе, все более-менее в порядке. Хай-кик. Хорошо. Небольшую травму мы получили, но в целом начали перебивать нашего спарринг-партнера. Лоу-кики. Наше грозное оружие. Хай-кик. У меня один нокаут имен был. Набираем форму, да. После простоя. Вспомню, как бороться бы еще. Выско-неплохо поработали. Вот пропустили, пропустили голову. И сейчас, возможно, здесь есть серьезные травмы. Там все-таки, да, интернета нет у меня, поэтому он все пишет. Так, травмы есть, да, к сожалению. Очки навык тоже есть, это хорошо. Посмотрим, что за травмы. И надо ее залечить к бою, конечно же. И не пропускать, не пропускать очевидный удар. Так, набираем кондиции, ребят, вместе с вами. Реально, будут просмотры. Если не будет там 20-10 просмотров, то, конечно, снимать будет неинтересно. Так, все зависит от вашей активности. Уже был у меня упадок, потом вроде набрали. Так, две звезды у нас всего лишь, да. Так, лечение давайте, да, у нас 740 тысяч. Надо всего две. Приложить лед мелкая травма, помутнение, поэтому ничего страшного. Мы ее сейчас вылечим. Так, R3, развитие бойца, да. Надо прокачиваться, конечно. Там у кого-то и по 4 спланировки есть, по 3, как минимум. У нас так, работа ног, давайте, точность. А, ну все, на работу ног ушло. Надо набирать кондиции. Так, смотреть записи, давайте посмотрим. Кто он? Никита Крылов. Кстати, не так уж он на себя похож, но похож, да. 4 звезды у него, но вы видите, да, какие здесь уже скиллы, да. 10-е он в рейтинге. Так, стиль бойца, кикбоксинг. Как и у нас, да, у нас тоже базовый кикбоксер. Так. Так, 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 так. История боев, вот сейчас вам покажу, кто забыл. Вот у нас поражение от Джон Джонса, от Рокхольда. Это защита, титул у нас была. Сразу же мы потеряли титул. А выиграли у Блаховича. А до этого, видите, какая серия из побед. Просто сумасшедшая. И на Герри вот только вот здесь проиграли. Ну, а вот эти уже такие ноунеймы. Поэтому здесь уже, конечно, опытные ребята. Поэтому мы пятые в рейтинге. Вот, посмотрим сейчас, кто здесь первый. Доминик Рейс первый, да, чемпион. Руа первое место. Блахович, Джон Джонс. Мы пятый, в принципе, не так уж и плохо. Крылов наш соперник. 28-11 чередует победы с поражениями. Так, ну давайте на боевые сборы переходить. У нас еще 4 недели есть. Подготовиться. Давайте спарринговаться. Он кикбоксер, но я борьбу сразу подтянем, потому что... Потому что надо вспоминать, как это вообще делать. Так что, ребят, давайте, давайте. Активность, ребят, кому интересны бои. Мне кажется, у нас карьера классная получается. Так, попробуем. Эл-2, чтобы парировать спарринги. Ага, это, типа, защита от... От борьбы. Хорош. Так, ну он сейчас должен палить, по идее, в борьбу. Ой-ой-ой, если я хотел палить, я вроде блокировал. Получилось, да, хорошо. Не помню, как самому переводить. Вот, есть. Но он тоже защищается неплохо. Включить здесь можно тоже напускать. Вообще, здесь много всяких приемов. Видите? Нестандартных. Много всего. Поэтому... Надо внимательным быть. Хорош, хайки. Ух ты! Фронтки. Уходим, уходим. Ах ты, здесь навстречу. Но если не так, защита... Есть. Форма набирается потихонечку. Ух ты, хоккей. Фронт, нокаут. Нокдаун точно есть. Вот такие у нас жесткие спарринги, ребята, получаются. По-моему, поработали неплохо. И еще фронт. Вот это хорошая тренировочка. И от всех трейкдаунов мы защитились. Что тоже немаловажно. Что защищаемся от борьбы. Потому что это наша не самая сильная сторона. Но подтягиваем его. До этого мы вообще в нокаут улетали. Поэтому... Надо над прокачкой бойца работать, конечно. Две звезды маловато. Хотя бы три. Так. У нас еще 55. Так, пригласить бойца. Смотреть записи. Ажиотаж. Ажиотаж очень слабый. Давайте подогревать ажиотаж к бою, конечно. Связи. Тут на что? Олейник, Тейшера. Тейшера возьмем. Ну, а Алексей Олейник тоже по борьбе, конечно, мастер. Рекламные акции. Вот, у нас есть материал в соцсетях. Все, у нас пять очков остается. На что уже не хватит. Переходим к следующей неделе. Так, пригласить бойца. Давайте попробуем. Доступный до Сантос. Ну, это прям серьезный парень. Давайте удар топор изучить с До Сантосом. Уже с ним изучали приемы. Чтобы быть лучшим, надо биться с лучшими, поэтому. Способ спарринга. Ил-1-1 кружок. Вот такой удар, ух ты. Серьезный. Ой-ой-ой, тихо. Тихо-тихо-тихо. Уже сразу попыли на цельки. Очень серьезные удары. Ах, ну попасть еще как надо. Надо прикормить немножко джебами хотя бы. Блин, у него просто рука. Ну, каждый удар. Но он тяжеловес, мы все-таки средний вес. Из-за этого, наверное, так. Есть один удар. Есть еще. Уходим. Дистанция, да. Аккуратно. И сейчас в борьбу полезет. И переведет нас, да. Но это другой уровень борьбы. С тяжеловесом, конечно, тяжело нам совладать. Но мы стараемся. Ух ты. Вот так я еще в борьбе тоже умею. Давайте вставать. Аккуратно. Есть. Очень опасный парень. Голова-голова, держим голову. Ах ты, здесь чуть не получилось. Уходим, уходим. Ай-яй-яй, навстречу. Видите, у меня один удар, как наши 10. Здесь не зашел. Ах ты, борьбу пропускаем. Снова травма небольшая у нас. Но в борьбе, видите, мы неплохо себя проявляем. Есть. Удар-топор выучен. Смотрите, плывет до Сантеас. Вот так вот. Да, мы пропустили несколько ударов, но я пытался выполнить. Изучительный удар, поэтому... Форма уже средняя, неплохо. Травму сейчас подлечим, ничего страшного. Главное к бою с травмой не подходить. И на пике формы попробовать. Фу, да. Тяжело-тяжело после такой паузы восстанавливаться. Прямо как в жизни. Но руки, как говорятся, помнят. Посмотрим, как мы бой проведем с Никитей Терловым. С Украиной меня смотрят ребята. Всем привет отдельно, Андрюхи. Так. Конечно, залечимся. Конечно, залечимся. Центр лечения спортивных травм. Помутнение снова. Ну да, до Сантоса у меня просто пушки в руках. Поэтому. Давайте поспирингуемся еще. Помуай-тай, например. Чтобы колени были и локти. Разносторонние надо. Это же MMA. Это UFC. Тут надо владеть разными. Айварес наш друг. Ой-ой-ой. Блин, что же я так пропускаю в голову? Хорошо. Навстречу при ней. Дистанция, да. Надо держать дистанцию. Расстреливать джебами. Хорош. Ой-ой-ой. Пропускаем навстречу. Снова помутнение. Ну что ж такое? Пробили нам голову. Постоянно помутнение образуется. Хорош. Хорош. Смотрите, как разбиваем, а. Проходим, проходим гард. Движится переход из Север-Юг. Попробуем. Здесь скачком мукового держания. Север-Юг выйти хочется. Но не дается пока. Пока не дается. Но может вот сейчас. Север-Юг. Не, не дается. Сейчас переведет нас. Но неплохо. Поборолись. Но вот снова пропустил я в голову. И снова микротравма, блин. Становится каким-то бичом нашим. Слабым местом. Пропускаем, увлекаемся своими атаками. И пропускаем в голову. А в бою с такими мастерами это может быть сразу нокаут. Поэтому сложно. Сложно. Все, надо быть аккуратным. Прокачивать над защитой, наверное. Потому что ударами мы даже до Санкса потряслили. А вот. Так, лечение давайте. Массаж шеи давай попробуем. Так, ну ажиотаж что-то слабый. Ну да, мы проиграли бои последние два. Поэтому из-за этого может быть развитие бойца. Давайте попробуем где тут подкачать нам. Блоки, наверное, подкачать. Точность, да? У нас 25 очков. Давайте точность чуть улучшим. Обратная стойка. Блокирование тейкдауна. Чуть-чуть не хватает. Ладно, приемы давайте изучим. Удары ногами. Тут что? Подкрылся. Кук ногой. Удар топор, да. Видите, мы заменяем какие-то приемы на физучные переходы в партере. Там, где у джитси. Есть. А эти два тачков пока подкопим. Так, давайте ажиотаж подогреем. Спонсорство, тут что? Пока ничего. Связи. Удар. Прива. Рекламные акции. Сообщение в своем прогнозе. И вот еще ажиотаж подогреваем. Но все равно слабый ажиотаж. Надо боксер. Переходим в следующей неделе. Надо еще поспарринговать, наверное. Давайте по боксерскому мешку поработаем, чтобы не получить никакой травм. Непосредственно перед боем. Пару спаррингов провели. Нормально. Даже трипом и спаррингом. Сейчас по мешку поработаем. Выложимся. Так, R2, квадрат и треугольник. Окей. Чего он не бьет? Другой стойке, что ли, надо? А что он? Вот, что ли? Окей. А, с этой стойкой вот так надо бить. Все, понял. Просто локти. Прокачиваем удары локтями. Очень опасные. Они сечки делают. Комбо у меня не очень хорошо ладится, но стараться в том, что получается. 25 секунд еще есть. Мы уже не в неплохой форме, но хочется набрать оптимальную, конечно. На пике, вот сейчас показывают. Неплохо поработали по мешку. Некоторые комбинации, которые я вряд ли буду применять к бою, но тем не менее. Так, очки навыка 2 есть, нам там что-то не хватало, нам еще надо, там 24 надо было набрать у нас 22 очка навыков. Блоки я хотел прокачать. Блоки я хотел прокачать. Посмотрим, как в бою, в наполнительный бой, и уже третье поражение подряд будет, это у нас спишутся щитов точно. Так, пригласить бойца. Это все изучено у нас. Прямо удар ведущей ногой. Вот давайте попробуем со штрувером спарринговать. Много у нас спаррингов с разными ребятами. От каждого получать какой-то опыт. Ну и посмотрите, какой высоченный парень. Ой-ой-ой, сразу, сразу получаем помутнение. Сразу навстречу нам заряжает штрувер. Да что ж такое, никак не получается избежать у нас этого. Фантастика. Поработаем руками. Хорошо. Но вот этот удар не получается почему-то сделать. Может не из той стойки он, конечно. Вот. Но все равно показывает, что не то. Почему-то я делаю. Ай, борьбу еще пропускаем. Да. Сейчас придется залечивать это помутнение наш. Ну, потряслишь, штруверомы. Как бы мы тоже можем. Ой-ой-ой, на вход. Мелкая травма, блин. Бережем, бережем голову. Ой-ой-ой-ой-ой. Серьезная травма головы, черт побери. Пропускаем снова удары. Сейчас я защищаться как могу стараюсь. Но пока не получается. Да, с тяжеловесами, конечно, спринговать. Это большая... Ой-ой-ой-ой. Фулл маунт, залезает он. Надо как-то спасаться нам. Но пока не получается ничего сделать. Приклеиваем к себе штрувер. Встаем. Не получается нам этот удар изучить. Почему-то этот удар не работает у меня. Ага, борьбу. Теперь мы борьбу проходим. Мы тоже бороться умеем. Лучше бы не пропустить по лицу. А, чуть-чуть и штрувер надавать. Боремся, боремся. Ага, север-юг снова пробую. Повозили в борьбе немножко. Ну, снова я напускал в голову, блин. Ну, что поделать, как говорится. Мы на пике формы показывали. Сейчас залечиваем травму. И выходим на бой. Не знаю, что нас ждет в бою. Но нам надо кровь из нас выигрывать. Все-таки это с тяжеловесами я спрингуюсь. Ну, я и со своими спарринг-партнерами тоже пропускал голову, к сожалению. Получал эти микротравмы. А здесь уже травмы посерьезнее, как я понял. И это не радует. Давайте лечить. Давайте лечить. Давайте роскошный санаторий. Может, надо просто, да, чуть-чуть передохнуть. Ну, и все, Никита Крылов. Нас ждет бой. Подготовились, как могли. Не без косяков, не без микротравм. И даже не микро. Ну, будем стараться закрывать эти поражения и вновь выходить на победную тропу. А там, как оно получится, ребята. Посмотрим. Волнительно немножко. Но, надеюсь, удастся затащить. Чемпионами мы уже были. Надо возвращаться. Но сложнее удержаться, как бы, здесь наверху. Сейчас мы чуть подсдали, но... Полутяжелый вес. Алекс Крылов против Никиты Крылова. Только сейчас все до меня дошло, что это же наш однофамилец. Черт побери. Мы выходим вторыми. Все-таки как фавориты, тем не менее. Два однофамилеца. Донецк, Украина. Никита Крылов. Против россиянина. Алекса Крылова. Из Москвы. Я знаю, что он и под российским флагом, кстати, выступал. Какое-то время. Ну, я даже сейчас не знаю. Такой достаточно известный боец. Мы посмотрим, посмотрим. Сейчас он наш оппонент. После боя мы пожжем друг другу руки, конечно. Но сейчас нам надо решать свою задачу. Он решает свои задачи. Посмотрим, что окажется победителем в этом бою. Не полный стадион, да. Но я говорил, что ажиотаж не самый сильный. Но я думаю, нас рано списывать со счетов. Нам надо это доказывать. Нам надо это доказывать. Поединки в этом. Что про нас напишут? Тяжелая рука. Поражение закаррирует три всего. Десять побед нокаутом из 12 боев. Да, мы тоже. Ну, мы ну-каутеры прям такие явные. Погнали к бою. Готовы? Да, мы готовы. Насколько это важно. Сразу начинает. Чуть повышен. Сразу начинает с ног. Мы начинаем с наших любимых. Хайкиков. Ага, сбиваем. Не хайкиков, а лоукиков, конечно. Далековато. Он держит дистанцию, посмотрите. Работаем по этажам. Ближняя дистанция опасна. Уходим. Ага, навстречу первый. Попадаем. Аккуратно. Ах ты. Навстречу ловит нас. Ага. Попадаем, попадаем. Попадаем по Никите мы. Восстановился, восстановился. Хорошо, колено заходит. Навстречу главное не пропустить сейчас. Спокойно. Ага, еще попадаем. Аккуратно. О, хорошо. Уходим. По ногам обрабатываем. Но он выцеливает, выцеливает. Видно, что он выцеливает. Аккуратно. Не опасный удар. Айдись навстречу. Ага, попадаем еще. На нокдауне находится Крылов Никита, который. И сразу борьба уйдет. Понятное дело, ему спасаться в борьбе надо. А нам надо вставать отсюда. Из этого положения. Он просто пытается восстановиться с учет этого тейкдауна. Выходим. Выходить надо отсюда. Надо выходить из этого. Из патового положения. Но мы отсюда попадаем. Мы очень устали. Надо как-то выбраться из клинча этого. Ой-ой-ой. Попадает по корпусу нам. Ну, вроде нормально все. По итогу. Блин, опасаясь. Я встречный удар. Ага. Многие наши сильные оружие. Тем не менее. Ага, отлично. Сбиваем навстречу. Попробуем поразбивать. Попробуем поразбивать его. Попробуем поразбивать его. Ух ты. Сбивает нас. Но голову пробили мы ему. В блок заходит. Но заходит тяжелый удар. Еще хорошо в голову. Еще пробиваем. Доработаем. Доработаем или нет? Доработаем или нет? Нам нужна эта победа. Доработаем или нет? Да, добиваем мы. Алекс Крылов. Нокаутирует всего однофамильца. Есть победа. Не такой уж и тяжелый. Легкий бой получается, тем не менее. Но мы методично, аккуратно, с дистанцией работали. Потом уже в ближний бой спустились во все тяжкие и добили его в партере. Закрываем поражение. Вот здесь фронт-кик. В голову падает Крылов. Наш однофамильец, который Никита. И дальше внизу на первом этаже добиваем его, как говорит партер. Вот здесь он пытался перекрываться. Удары со всех сторон. Методичное добивание. И победа. Победа за Алексом. Фу, выдыхаем, ребят. Так что посмотрим. Если будете смотреть, будем продолжать дальше снимать. Карьера наша в полном разгаре. Попробуем вернуть себе пояс UFC. Но пока об этом рано говорить. Пока мы тренируемся и проводим бои. Подготовительно, так сказать. Ажиотаж подрастает отлично. Получаем мы деньги на оздоровительный лагерь, на подготовку. Мы побеждаем опытного Никита Крылова, нашего однофамильца. Так что посмотрим, кто там в следующий. И что скажет Дэн Уайт? Президент UFC. Там не очень, что нам показывают. Ну, это наше на сборке, как говорится. Нам надо решать свои задачи. Так. 15-3. Давайте вызов на поединок, кто там. Who is next? Ого. Руа. Как раз. Которым мы уже, по-моему, проводили поединок. 34 победы у него. 15 поражений. Второе он в рейтинге. Ну, конечно, конечно, мы будем с ним биться. Победу мы его, по-моему, побеждали. Но это была совсем другая история, ребят. Сейчас посмотрим, как мы с Руа. По-моему, мы с ним бились. Где-то я видел его фамилию. Нет? Нет, не бились. Не бились мы с Руа. Ну, окей, окей. Вот следующий рейтинг у нас подрос. Так что в следующих сериях, ребят, уже с вами увидимся. Давайте. Жду от вас поддержки. И с вами был Калан на грани фола. Adios Amigos. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok